29 января 1860 год. Родился Антон Павлович Чехов. 1927 год. В Самаре открылся первый губернский съезд радиолюбителей. 1955 год. Веден в действие и поставлен под промышленную нагрузку первый агрегат Куйбышевской ГЭС. 2017 год. Продолжает идти информационно-развлекательное шоу «Вечер с Книжной». Все идет по плану. Январь. Ветер будит в трубе, к морозам. Если кошка лезет на печку греться, к холодам. Зайцы держатся около жилья, к метелям. Как же скучно мы живем, если перестали все это замечать. А это программа «Вечер с Книжной» и я, Наталья Савина. И мы начинаем. Поехали! 29 января. В этот день мы любуемся окружающим миром, проходящими мимо людьми. Внимательно переходим дорогу, а возможность встретить свою половинку в десятки раз увеличивается. Все это почему, Егор? А? Чего? Не знаю. Оператор. Ах да, простите. Сегодня всемирный день без интернета. Честно признаюсь, я попыталась сегодня в течение часа не заглядывать туда, но через 20 минут поняла, что я была уже там три раза. Представляете, даже не заметила. Ага. Вы прекрасный собеседник, Егор. Спасибо. Мне кажется, наш первый гость как раз в тему. Семейный и детский психолог Алла Кристалл у нас в гостях. Присаживайтесь. Добрый вечер. Добрый. Вам, наверное, удобнее сидеть в кресле, нежели на диване. Туда вы обычно укладываете собеседников? Была бы моя воля, я бы и на диване полежала. Но у нас сегодня такая тема интересная, Алла. Один день без интернета. Американский психиатр Кимберли Янг выявила четыре признака зависимости от интернета. Первое. Навязчивая потребность проверять электронку. Второе. Постоянное желание очередного выхода в сеть с этим, жалобы близких на то, что человек проводит слишком много времени за компьютером и четвертое сетование на растущие расходы на интернет. Что вы можете сказать на это, Алла? Да, все верно. Спасибо. С нами была Алла Кристалл. Всего доброго. Ну а если серьезно, сегодня всемирный день без интернета. Кто является вашими постоянными клиентами, Алла? Хороший вопрос. Все, кроме бабушек и дедушек. Просто они многие не знают, что это такое, потому как они читали живые книги, писали настоящие письма. Листали настоящие газеты, которые пахнут, которые шуршат. И сейчас этого очень не хватает. И сошло на нет, к сожалению. Скажите, а как думаете, вообще интернет польза или вред? Интернет и польза, и вред. Если с умом подходить, смотреть интересные сайты, выкладывать свои, может быть, статьи, видео, которые связаны с работой, бизнес хорошо у нас процветает в интернете, то почему нет? А если там постоянно живешь, вместо реальной жизни, конечно, это минус огромный. Все люди хотят славы и денег. Кто-то больше славы, кто-то больше денег. Кстати, в интернете часто мы встречаем, когда есть зависимость от того, когда выкладываешь фотографию и быстрее смотришь комментарии. И постоянно залазишь в телефон не по благим делам, а именно посмотреть новый комментарий. И вот это вот селфи, селфи-палка, у нас такая болезнь всемирная пошла, прямое тому подтверждение. Причем нужно обратить внимание на позитивный комментарий, действительно, откуда мы можем взять полезную информацию и расти выше и выше, совершенствоваться. А есть отрицательные комментарии, которые, наверное, сложно назвать обратной связью, а это хамство, оскорбление. А зачем люди это делают, я не понимаю? Это негатив? Либо это критика? Вот как распознать? Распознать очень легко. Во-первых, обратить внимание, кто комментирует, кто критикует. Компетентен он в этих вопросах или нет. Во-вторых, обратить внимание на подачу и на свои чувства. Вот когда вы прочитали комментарии, вам неприятно или вас задело, значит, есть что-то, если задело, значит, есть над чем работать. А если обидела просто? А если просто обидела? Например, написали такое, что не действительно на самом деле. Если обидела, то, во-первых, для себя выводы, что, если это знакомый человек, что он не является уже близким и за границу своего общения. А второй момент, есть определенные практики, которые прорабатывают негативные эмоции и, скажем так, себя это все уничтожаешь. А если насмешила, вот читаешь и смеешься, это значит что? Это значит, нужно ответить. Вообще на любые комментарии нужно отвечать. Исключение мат, хамство. А негативное что-то нужно обязательно ответить, дать понять, почему так сделана подача чего-либо, да, там, того же видеоролика, той же программы. И, возможно, тот человек, который это написал, он изменит свое мнение и станет либо постоянным клиентом, либо постоянным участником программы. Часто мы сталкиваемся с тем, что мы не реагируем, либо удаляем эти комментарии. Это огромная ошибка. Согласна. И здорово, что есть и отрицательное, и положительное, тогда это живое, тогда это действительно существует. А что вызывает такие бурные реакции у людей, когда они реагируют на какой-то определенный, я не знаю, на определенного человека? Ну, допустим, наших звезд взять, да? Почему так люди реагируют? Ну, у нас много звезд, на каких-то звезд есть реакции на какие-то, нет, значит, когда есть реакция положительная или отрицательная на звезду, значит, она действительно звезда. Если нет реакции, будет звезда. Алла, я для вас приготовила игру, как раз касаемо звезд. Поиграем? Да, с удовольствием. Я приготовила вам фотографии звезд и носы. Вот эти носики вы должны угадать, какой звезде принадлежат. Итак, первая звезда, мой любимчик, Нагиев. Так, Дмитрий, Нагиев. Ну, там щетина есть небольшая и горбинка. Мне кажется, что вот это. Ну-ка. Ничего себе, правда, это нос Нагиева. Так, ну, следующий наш красавчик. Там покрупнее, понасыщеннее. Густая щетина. А, подождите, сомневаюсь. Глаза. Хотя глаза нет, подходит. Браво. Это урган. Да? Ничего себе. Ну и давайте еще. А вот это вы, наверное, вряд ли угадаете. Ой. Мне кажется, судя по ноздрям, прошу прощения. Маленький, но такой широкий. Ну что же, остается вас простить и понять. Нет, это не тот нос. Не тот. Ну-ка, смотрите внимательно. Ну, значит, вот этот точно. Да, точно. Прощаем. Это носик был Киркорова. И это у нас Коля Басков. Молодец. Спасибо вам большое. Приходите к нам почаще. Ну что, и без интернета жить прекрасно. И следующий сюжет прямой тому подтверждение. Смотрим. 15 января 2017 года. 11 часов утра. Автополигон Сосновка. Ледяное безмолвие знаменитого автотрека было нарушено ревом раскаленных моторов и раскатистой поддержкой трибун с болельщиками. На старте горячее желание новичков вырваться вперед и холодный расчет профессионалов автоспорта. 20-е. Рождественская синхронная гонка чемпионов. Эта гонка традиционно открыла Новый год в автоспорте. Несмотря на настоящую рождественскую погоду, соревнования собрали рекордное количество болельщиков, фанатов и любителей автоспорта. С самого утра морозный воздух Сосновки наполнился ревом трибун, ароматами шашлыка, горячего чая и настоящего праздника. Крутые парни, боги автогонок, в ярких, обтягивающих комбинезонах приковывали внимание сотен фанатов. Некоторые гонщики настолько молоды, что не имеют водительских прав на управление обычным автомобилем. Но что они вытворяют на треке? Это надо видеть. Весь пьедестал почета с традиционным шампанским достался нашим спортсменам. Почетное второе место занял Михаил Митяев. Третье место досталось Дмитрию Брагину. А первое место досталось Кириллу Ладыгину. Город Тольятти. Наша съемочная группа и передача «Вечер с Княжной» поздравляют наших ребят, наших пилотов, наших победителей. «Вечер с Княжной» Ну что, дорогие друзья, гонки гонками, а Егорки егорками. Не мочит, не лает, не пьет, не кусает. А все почему? Да потому, что у него болит зуб мудрости. Дорогие друзья, ни за что не догадаетесь, кто будет следующим гостем. Это... Медиум, парапсихолог и просто профессионал своего дела Алия. Спасибо, Егор. Но тем не менее, он прав. Встречаем. Привет, моя хорошая. Привет, Наталья. Рада тебя очень видеть. Вся такая сверкающая. Новый какой-то костюм на ней. Классный такой. Ой, а у тебя бабушка пришла стоит. Тоже новый костюм. Господи, бабушки моей нет уже 20 лет. Алия. Наташа, ну, ты видишь мой новый костюм, а я вижу твои духа. Ой, ну охраняй меня, бабушка, тогда. Слушай, ты не боишься жить вообще с этим, а? Вот ты видишь мёртвых. Страшно. Я к тому привыкла, Наташа. И, допустим, люди не замечают, что они там сахар положили или не положили. И уже привыкла к тому, что я не замечаю какие-то моменты. Если я хочу это видеть, я на страсте вижу. Если я не хочу это видеть, я просто это... Абстрагируешься от реальности, да? Да. Слушай, ну, я думаю, что ту тему, которую мы сегодня затронули, ты знала ещё вчера. Глядя, в свой волшебный шар. В бубен, Наташа. В бубен! Я вчера в бубен била. И так... Что ты там увидела? Ты знаешь много чего. Какая тема сегодняшней передачи у нас? Жизнь без интернета. Ух ты! Смотрите, всё знает. Ну и каково оно? Что? Как с этим злом бороться? Расскажи. Ты знаешь, я не знаю, как мы до интернета жили без него. Когда мы почувствовали, что такое интернет, как он работает, я на сегодняшний момент просто не знаю, как без него жить. Почему? Потому что интернет нам даёт много. Это общение, это фотографии, это игры, это можно посмотреть любой фильм по интернету. Всё, что угодно. А вот можете ли вы избавить от пагубной привычки постоянно заглядывать в интернет? Прямо сейчас? Нет, я ещё не весь трафик израсходовал. Алия, давай этого интернет-зависимого на минуту оставим, пусть он там сидит в своём трафике. А я для тебя вот приготовила игру. Нормальную игру, без интернета. Вот тебе такие... А я уже занята. Нет, нет, это моё. Хорошо. Тебе такие фразы. У меня здесь языки. Разные-разные языки. Я вот их мешаю. Я сейчас не глядя достаю язык, и ты на этом языке должна сказать ту фразу, которую достанешь. Понятно? Вот не глядя. Так, давай, читай. Я должна угадать, что это за язык. Студите, есть ли жизнь в Луфлайме? Китайский. Правильно, Наташа. Какая я умная. Так, не глядя дальше, беру. Правильно, нет дела. Пришёл блогер и всё упустил. Французский, что ли? Правильно, Наташа. Ничего себе. Так, дальше. Вау. Чего ты там? Теловек книга. Правда... Взрослые люди, давайте лучше сюжет посмотрим. Алья, добрый вечер. Истовна, повелось с 7 по 19 января. Это самые лучшие дни для гадания. Так ли это? Расскажите, пожалуйста. Знаешь, кстати, это правда. Это уже знала моя прабабушка, бабушка, мама. Я... Это традиция. Так как мы выросли на Руси, в России, это повелось. Я помню себя в детстве, что ещё ребёнком лет 12 мы бегали по дворам, кидали валенки, спрашивали у прохожих, как тебя зовут. Вот. Это традиция. Это традиция. Или говорит человеку, что было, что будет. Сегодня мы использовали бубен и проводили обряд очищения и также обряд исполнения желаний. Мы совместили два ритуала в одном. А если бы я захотела погадать дома, могу я это сделать в домашних условиях? Конечно, можешь, Катя, погадать. И многие этим занимаются самостоятельно. Если честно, в детстве я тоже этим занималась. И петухов ловили. И давали им воду, как бы муж был, да, зерно, там, что он возьмёт. Все этим пули, заблезда и валенки кидали. И спрашивали суженые муряжины, как тебе там зовут. И записки всякие не исполнили. Можно. Но мы все понимаем. И все знаем, что это не точно. Потому что опыт прошлых лет, он даёт нам это понять. Я, конечно, могла бы тебя научить правильно. Но здесь я всё-таки как эксперт рекомендую. Если уж ты делаешь какой-то ритуал, либо кого-то, пригласи, чтобы тебе помогли. Алья, расскажите, пожалуйста, что творилось с девушками в зале? Они плакали. Я это видела. Катя, мы проводили ритуал очищения. Поэтому они плакали. Это так проходит чисто. А каждый человек у вас плачет? Или у вас по-разному люди реагируют? Знаешь, каждый человек на чистку реагирует по-своему. Кто-то плачет, кто-то смеётся, кто-то спит, кто-то зевает, кто-то кашляет. У всех чисто происходит по-своему. А кто вроде просто сидит, вроде вот, и ничего не происходит. Но потом он просто начинает анализировать, ну, дела как-то налаживаются, ещё какие-то моменты улучшаются. Но всё равно человек видит разницу, и он в любом случае видит результат. Алья, спасибо вам большое за такой полный ответ. В следующем году мы обязательно к вам придём на святки. Хочу пожелать всем телезрителям удачи, здоровья в новом году. И чтобы ваше здоровье было наполнено, и сосуд вашего счастья не истощался. Ну что, я смотрю, ты весь вечер поглядываешь на эту кружечку. Да, мне очень понравились твои игрушки. И это мой подарок тебе, Альюш. Спасибо, Наташа, спасибо. Очень приятно. Смотрите. С нами была гостья, замечательный эксперт Алия. Ну а вам, дорогие друзья, хочу сказать следующее. Виртуальная у вас жизнь, реальная ли? Главное, чтобы она проходила насыщенно, интересно. С вами был Вечер с Кнежной и Наталья Савина. Всего доброго. По всем вопросам обращаться в Центр нетрадиционной медицины Алии Салимовой. Телефон 205-33-34. Карла Маркса 192, офис 618. Благодарим за помощь в создании программы «Стейхаус Грошка Молли». Улица 22-го подъезда, 46.